Здравствуй, зритель! Вы смотрите третий выпуск телепроекта «Первый молодой стартап» на Первом городском канале. Ведем этот проект мы, невероятные Юлия Белова и непревзойденный Дмитрий Целищев. На этот раз нашим участникам предстояло совершить свои первые продажи. То есть результат испытания мы посчитаем в деньгах? Ну, это говоря простым языком. Ну, посчитаем прибыль. Не совсем. Нашим участникам нужно будет найти новые каналы трафика для привлечения клиентов и, самое главное, увеличить свои продажи относительно прошлого месяца. Просто заработать побольше денег. Да. Мы хотим поздравить всех вас, потому что вы прошли во второй этап нашего шоу. Теперь вы уже изучили бизнесы своих конкурентов и готовы внедрять все самое лучшее в свои стартапы. Ну, второй этап на самом деле очень сложный, потому что вам нужно сделать первую продажу вашего продукта. Это могут быть предоплаты, договоры на поставку, договоры на партнерство, в конце концов. Или же это будет просто реальное зачисление денег на ваш счет в обмен на вашу же услугу. Но помните, что вы должны показать рост. То есть те, кто, возможно, еще не продавал, должны показать выручку. Ну, а те из вас, кто уже реализует свой продукт, должны увеличить трафик. На это испытание вам вновь дается всего неделя. Все, участники готовы отправиться зарабатывать деньги. Казалось бы, сегодня их ждет, наверное, самое приятное испытание. Как показала практика первого сезона, как только наши стартаперы чувствуют запах прибыли, выбывать из проекта намного сложнее. Ну, мы с тобой все увидим, потому что наши участники вновь все будут снимать на камеру, ну а наставники им помогать совершать продажи. Переходим к испытанию. На этой неделе нашим стартаперам предстоит совершить продажи. Отчет о проделанной работе будет выглядеть в виде скриншотов, переводов на карту, наличных договоров, предоставленных наставникам. А также в виде таблицы с использованными каналами продаж на этой неделе и полученные результатом от них. Пришло время посмотреть, как с продажами справляются наши участники. И начнем мы с команды Анны Микутовиченя. В ее команде остались Анастасия Шуплицова, Алина Онегова, Евгения Лопаткина и Наталья Кытманова. В прошлом испытании нас покинул уже Данил Гацуленко. На прошлой неделе вы сделали классную большую работу. Более того, у всех уже было задание со звездочкой. Это каналы продаж под свою нишу. Поэтому у вас уже сделана хорошая работа, куда идти и как начать продавать. Кто-то уже начал это делать, поэтому у вас есть база хорошая. Алина, ты начинаешь онлайн, ты блогер. И ты начинаешь уже продавать на свою аудиторию тот продукт, который ты запускаешь. Просто берешь и делаешь. У тебя уже все для этого есть, для запуска. Просто реализуй. Настя, тоже начинаешь продавать свою аудиторию. У тебя достаточно большая аудитория. Плюс используешь те каналы продаж, которые ты прописала. У тебя прям очень все по делу прописано. Тоже просто реализуешь. Обязательно через себя, через личный бренд продаешь, через соцсети. Много пишите, много рассказывайте о себе прежде всего. И просто продавайте. Наташа, у тебя уже есть опыт в продажах, но тебе его нужно увеличить. Ты тоже очень классно поработала. Много чего уже сделала. И у тебя много каналов продаж. Кстати, у Наташи самое большое количество каналов продаж. 100 с чем-то там каналов она написала. Поэтому просто реализуй и начинай продавать, увеличивать свой чек. Женя, у тебя здесь тоже несколько вариантов. Либо ты начинаешь партнериться с кем-то и продавать какой-то сейчас пока что общий продукт. Пока что ты доучиваешься. Либо начинаешь продавать свои личные консультации на ту целевую аудиторию, которая твоя. Всем большой привет! У нас началась неделя продаж. Я уже распечатала целую стопку своей рекламы по шарикам. И начала расклеивать по подъезду. Ну как шарики-то пошлили? Пошли. Пошли шарики сами. Полетели. На самом деле за кадром очень много работы. И у нас очень сжатые сроки. Вот сейчас раскачалась реклама и уже пошли заявки. Какая реклама? Я ходила, расклеивала объявления, раздавала купоны, делала рассылку, сейчас скидку. Вот последние два дня у меня скидка. И вот, и прям люди активно сейчас начали писать. Я ходила, расклеивала объявления, выдавала купоны, делала скидку, делала рассылку. Какая больше всех сработала, вот, канал продаж? Рассылка. Рассылка, да, по друзьям. Только-только вчера начали заявки, то есть за вчерашний день 11 тысяч. Наташа с шарами вообще чемпионка, просто чемпионка. Она за 4 дня сделала продаж почти на 35 тысяч шаров. За 4 дня больше, чем за прошлый весь месяц продаж. Кто вылетит в этом испытании, как ты считаешь? Вообще за, вот, просто за ней. Мне кажется, Ксюша СММ. Ксюша СММ, почему? Ну, потому что она скажет, что у нее вообще плохо все. Кто в команде, во-первых, на кого бы ты равнялась вообще? Кто мощь, локомотив? У нас есть Алина, ей всего 18 лет, но она такая, мыслит, не совсем не на 18. Алина, это что она делает? У нее женский клуб. У меня пока ноль. Я стараюсь продать. Я пишу рассылку своим подругам по поводу того, чтобы они вступили в мой женский клуб. Как прошла твоя, подходит к концу твоей третьей недели на проекте? У нас тут продажи. Я продолжаю продавать, все, еще не заканчиваю. Сделала две продажи на этой неделе. Они купили вход в клуб, и теперь они могут посещать мероприятия, присутствовать на наших встречах, созвонах, то есть наполняться женской энергией. Искала ли ты, ищешь ли ты другие каналы для привлечения клиентов? Да, конечно. У меня сейчас идет запуск в социальных сетях, то есть я активно рассказываю аудитории, публикую фото, видео. На занятиях по танцам я презентовала свой клуб девочкам, с которыми занимаюсь. Нужно брать охват везде, всем рассказывать. Я думаю, это залог первых продаж. Я буквально написала за вчерашний день семьи и девушкам, и из них четыре сказали, что да, мы хотим, мы готовы. У двух я жду оплату, и две уже оплатили. То есть есть шансы, что завтра ты можешь прийти уже с такой довольно приличной суммой? Да, есть шансы, что завтра я стану миллионершей. Алина с женским клубом, она тоже начала продажи, начала активные продажи. У нее было продаж поменьше, но она продала участникам проекта, продала на свою аудиторию, Алина блогер. У нее еще до сих пор висят неоплаченные заявки, я думаю, что они превратятся тоже в клиентов. Вход в мой клуб купила Карина из нашего проекта. Я вообще, я так рада. Я сделала две продажи на сумму 2300 рублей. Ура! Я так рада, потому что девочки, которые ко мне пришли, они поверили в мою идею. И я сейчас сама начинаю еще больше верить в то, что это реально зарабатывать с любимого дела. Я очень рада, и я отоплю дальше. Были ли моменты за вот эти вот недели на проекте, когда тебе, ну, прям не хотелось ничего больше делать? На самом деле, да, были, конечно, моменты сомнения. Еще буквально вчера я сижу и думаю, блин, ну, такая идея глупая, и не стоит ее как-то реализовывать. Но когда я получила первую оплату, я поверила в себя и в свой продукт, что он реально нужен людям. То есть деньги дают силу? Деньги дают эмоции и веру в себя. Какие, какое мироощущение? Что-то, может быть, внутреннее в тебе поменялось? Ну, я чувствую, что я расту. Меня очень вдохновляет то, что у меня идут продажи. Сколько продала? Что продала? Кому продала? Если по факту продала три платья, и три примерки будут впереди, так как майские праздники пока девочки не могут примерить. На сегодняшний день у меня заказали три платья. Конечно же, я очень-очень рада. Значит, я иду в правильном направлении. Ирина, одна из девочек, которая купила у меня платье. Ирина, покажи. Красота. Как ты вышла на своих первых покупателей? Я вообще даже на своей страничке еще не размещала о том, что я продаю платье. Никакие цены не писала. Я просто стала писать в личное сообщение. Настя, у нее был ноль до проекта. У нее были отшиты платья, в которых она ходила сама. Но у нее не было ни одной продажи. Сколько стоит в ее платье? 4 500. Ой, так это дешево. Она продала 4 платья на 15 тысяч рублей. И это, я считаю, что очень классный результат. Она сама ездила на примерки. У нее есть еще запись на две примерки. Я думаю, что она продаст еще. Я желаю себе веры в себя. И дойти до финала. Победить. Сегодня будешь еще что-нибудь продавать? Как ты думаешь? Сегодня у меня будет примерка. И я надеюсь, что да, это будет покупка. Когда у меня брали интервью, мне ведущая сказала, что, Настя, давай сегодня ночью сделай еще заказ. Ну, сейчас, конечно, не ночь. Сейчас 8 вечера. Но, можно сказать, я выполнила эту задачу. Я провела несколько консультаций онлайн и одну консультацию вживую с беременной девочкой. Ну, рассказывай, как проходит твоя вторая неделя? Я тестирую разные каналы продаж и прописываю все свои ходы и действия. Слушай, ну ты же помнишь, какие были условия? Нужно совершить первые продажи. Нужно сделать, чтобы на твоем счету пришла какая-то денежка. Как? Успехи? Успехи отлично, но денежки пока ни на счету нет. Почему? Ну, как я думаю. Причина в том, что у меня продукт немножко сложный и мало еще кто из беременных знает, что есть такие специалисты, как я. И нужно параллельно вести еще просветительскую деятельность, которой я и занимаюсь. Женя Лопаткина, Дола. Женя очень хорошо поработала эту всю неделю. Женя просто настолько структурный человек, что стоит очень многим у нее поучиться. У нее все в табличках. Сейчас она ведет переговоры на ведение беременности. Пока нет продаж, но я думаю, что через неделю у нее появятся первые продажи, потому что она сделала очень много, очень большую подготовку. Девушка написала запрос, если у нас Дола на сопровождение в роды. Я ей ответила, мы с ней договорились и встретились. Есть какое-то неожиданное место, где ты уже разместила рекламу? Может быть, там ты никогда раньше не думала? Это, наверное, Авито, потому что я не знаю вообще, кто-нибудь будет ли там искать такой запрос, но тем не менее я его сделала. Как ты думаешь, кто завтра покинет проект? И мне бы очень хотелось, чтобы наша наставница Анна сказала так же, как было до прошлой недели. Один из наставников сказал, что никто не уйдет, потому что вы все идете ровно. Это была команда Анны Микутовиченя. А теперь переходим к другой. Перед вами наставляемые Дмитрием Донским. По итогам прошлого испытания Дмитрий принял решение оставить всех участников. К слову, в этом испытании ему придется расстаться с двумя участниками. В его команде Ника Рязанцева, Александр Отмахов, Дмитрий Шулятьев, Карина Валитова и Ксения Щелокова. Ну что, ребят, мы остались в полном составе. Перед нами самое интересное – это продажи. Это то, без чего невозможен в целом любой бизнес. Ника, твоей задачей будет конкретные продажи, конкретные чеки, потому что у тебя уже есть структурированная бизнес-модель. Мы с тобой будем отрабатывать два канала продаж. Первое – это развитие соцсетей. И второе – это партнерская программа. Ксения, опять же, SMM-агентство уже в начале своего стартапа. У тебя есть понимание, у тебя есть партнер. Три продажи за неделю. Это твоя цель. У тебя уже есть горячие клиенты, ты просто должна их закрыть. Александр, с тобой мы открываем предпродажу глэмпинга. Работаем с соцсетями, работаем с фото-видеосъемкой и открываем предпродажу. Если у нас открытие в конце мая, то как минимум пять продаж у тебя будет. Дмитрий, у тебя самое интересное, потому что твой проект на стадии идеи в голове – это довольно-таки сложно. Продать сейчас идею мы можем только одному человеку. Этого человека зовут инвестор. Как продажи-то твои? Есть ли продажи? Есть. Что продала? Введение соцсетей продаем, да. Сколько? Сколько продала? Сколько денег в кассе? Что, прям так и говорить, да? Да, конечно. Так, подожди, дай, сосчитаю. Ой, как будто ты не сосчитала. Так, а получила – отправила. Получила – отправила. У Ксении есть небольшая проблема, связанная она в первую очередь с точками касания с клиентами. Есть определенные структурные изменения у нее в ее отношении с партнером. Но в любом случае я помогу перенастроить ее вид бизнеса, чтобы он поехал. Самое ужасное – это отработка возражений. Покажите мне ваши кейсы. Ну ладно, мне дорого. Я подумаю. Ну какие каналы у тебя продаж? Я пошла по чатам предпринимателей. Пошла по чатам. У нас такое ощущение, что много чатов предпринимателей. Ну просто надо знать, где они есть. Над чем думать, особенно у тебя проект идет. Тебе нужно уже через пару дней сдать наставнику о своих успехах, о своих продажах. А они вы... Кого не жалко? Давай я Сашу снова выгоню. Сашу это кто, напомню? Саша из моей команды. Кто самый классный вообще в твоей команде? Кто самый классный? Мощный? Перспективный? Наставник. Кто из наставника? Дмитрий Донских. О да. Мы продаем супер ночь на Марсе. У меня даже появился это. Свой личный бренд. Как там это? Короче, на Марсе классно. Вот так вот. А как-то по-другому это сделать, конечно. Но пока так. На Марсе классно. На Марсе классно. Что? А откуда эта же строчка из песни? Да, это же... Этого... Нойс сказал сам, что у нас на Марсе классно. Я не знаю зачем, но зачем ты сказал. Ну, значит так и есть, значит там классно. Как продажи у тебя? Ну, продал ли ты что-нибудь? Мне не продал, например. Сколько таких, как я? Таких, как ты... 62. Продажи мы делали как? Мы делали предбронь, потому что мы еще не построились. То есть я выложил супер спецпредложение. Мы планируем 25 мая открыться. Вот с 25 по 31 только продавали этот один участок. Май. Три человека уже скинуло денежки предбронь. Еще трое, получается, забронили. Но еще не скинули, сказали, я чем докинуть. Сегодня дожму. Саша молодец, потому что когда мы сидели за круглым столом, он задал вопрос, а как я буду продавать, если он еще сейчас у нас его нет? И мы договорились, что он открывает предпродажу. Сколько денег в кассе? На данный момент 3 тысячи, еще 3 сегодня капнет. По факту 3 в перспективе 6. 36. Какие каналы продаж перечислили просто? Что ты попробовал? Немного, потому что немного не нужно было. Мне нужно продать всего было 6 домиков, 6 ночей. И я просто одному влиятельному человеку сказал, ну, пообразкину, закинь после на страницу. Он закинул, и я разорвался, короче. Еле успевал отвечать, там, всем чуть-чуть. Мне нравится его настойчивость, его энергия, его правильное позиционирование себя. Девушки на Максе были? Нет? Ну ладно, побывайте еще. Кто, как считаешь, вылетит завтра? Это будет Ксения Щелокова, она, наверное, вылетит. Как твои продажи? Ну, я продала корсет уже, бельевой. Потом продала комплект уже белья, полукорсет с трусиками, ну, полноценный. Так, кто же это твои клиенты? Присновайся. Подруги, конечно, не без этого, это же сарафан на радио, она всегда играет. Дядя для своей тети заказал. Мои первые продажи пришли, в принципе, успешно. У меня заказали две девочки с нашего проекта. Одна с моей командой, она сказала, корсет. А другая сказала, уже готовый комплект. Также я еще взяла три заказа. Нужно пошив белья. Может быть, были какие-то страхи, сомнения, сложности, паника и серии? Я не знаю, куда бежать. Страхи, конечно же, были, потому что у меня еще было здание также запартнериться с другими какими-то магазинами. У нас есть один молодой человек в моей команде. Он просто посоветовал своего знакомого. У него есть собственный салон свадебный. Вот, я с ним списывалась еще. У нее крутой продукт. Есть нехватка двух вещей. Первое – это дисциплинированность. Это очень важно в бизнесе. Второе – это ее стеснительность. Ты считаешь себя сильным игроком в своей команде? Ну, я стала увереннее, так скажем. Раньше я так не считала себя. Я считала себя слабой из всех. Но сейчас каждым разом раскрываюсь все сильнее. И ребята тоже в нашей команде по-другому начали смотреть на меня. Как твои успехи на этой неделе? У тебя какая-то очень сложная задачка, говорят? Да, есть такая задачка – найти инвестора. Где ты их искал и почему такая задача? Задача, потому что у меня проект, он на, скажем так, в данный момент – это просто бизнес-идея, которую я должен продать. Я продать ее могу инвестору. Вот, и сейчас нахожусь как раз в поиске того самого инвестора, который заинтересует своей бизнес-идеей. И надеюсь, что будем сотрудничать. Где ты их искал? Не искал же ВКонтакте? Так, найти инвестора в Яндекс.Пойс. Друзья, знакомые, знакомые, знакомых. Цифры инвестиций колеблются от 5 до 7 миллионов в зависимости от локации, от количества карт и от упаковки. Ну, если инвестор, значит здесь сумма-то, наверное, не 5 тысяч рублей. Не 5. Какая? Ну, это так прямо вот. Тут есть я, он и все. И больше, правда, никто ничего не знает. Давай. 7 миллионов рублей. У нас уже найден инвестор, проект. Не зря находимся здесь на парковке, потому что очень скоро, конкретно после 16 мая, когда будет подписан договор с торговым центром Максим об аренде площади в 3000 квадратных метрах, то здесь будет строиться Кантин-центр. Дмитрий нашел инвестора. Это один из автогонщиков нашего города, невдалеком прошлом, у которого есть деньги, и у которого есть понимание, как этот бизнес развивать, и как сделать так, чтобы их партнерская программа принесла результат. Конечно же, я переживаю насчет завтрашнего дня, потому что, во-первых, у нашей команды должны быть и двое. Ну, не хотелось бы оказаться в их числе. Как дела? Дела отлично. Я провела уже ряд встреч, одну продажу я сделала, пока удалось продать разовую консультацию. Сейчас ведем переговоры на месячный, практически месяц ведения моего под наставничеством. И я продала одну диагностику за 3000. Сейчас жду ответа от кирской компании, жду ответа от компании из другого города на проведение диагностику, с которой предполагаю дальше продавать. Она может с помощью своей системы настроить компанию таким образом, чтобы целевые задачи были отданы конкретным сотрудникам, которые реально это сделают. А где ты нашла своего первого клиента? Как у вас с ним звезды сошлись? Это ближний круг. Ну, то есть, поднимаешь знакомых и знакомых, знакомых. Проработала точки касания через свои личные контакты с предпринимателями города. И один из предпринимателей города согласился с ней в таком режиме посотрудничать и уже перевел предоплату. Вот неделя для такого испытания – это много или мало? Многие удивлялись, что еще ничего нет, соцсети нет. Я считаю, что это очень честное такое испытание. И оно классно показывает, вообще актуально то, чем ты занимаешься или нет. Как-то твоя жизнь изменилась, когда ты пришла именно к нам на проект? Конечно, я изначально шла и понимала, что для меня проект – это интенсив. Я стала более сфокусирована. Не только думаю, но и делаю, да? И, соответственно, получаю уже результаты. Это была команда Дмитрия Донских. Ну, а теперь переходим к Константину Первинову. Его команду покинул Иван Сырцев. Остались же Анастасия Блинова, Рената Береснева, Светлана Шихова и Ксения Воронцова. Продажи. Эта неделя начиналась ложно, честно скажу. Когда мы встретились с ребятами в офисе, сидели за большим столом, и я им показал, да, про продажи. Мы выходили, рисовали. У ребят возник барьер. Тын-тын-тын. Как, типа, ну, делать? Многие сместили фокус. То есть, вроде бы, как продавать, как бы стоимость, чек, какие действия у нас в сегодняшней неделе. Я увидел в глазах у ребят сомнение. Сомнение, что у них получится, да? И вот на первой встрече, когда мы собрались, было важно, чтобы у них это сомнение ушло в сторону, да? И мы увидели четкие последовательные действия. И мы разобрали просто действия, и каждый пошел делать. Сегодня первое, первое поступление денег на мою карту. Свершилось, да. Это первое, да. Волшебство. Ну, сколько плюснулось? 500. Возникли сложности у Ренаты, да, потому что у Ренаты как раз вот игрушки, то есть у нее на липучке. И здесь, когда продукт не упакован, очень сложно его продать. Сегодня была моя первая продажа, но я столкнулась с большой трудностью, это выбор упаковки для товара. И спрашивала у других девушек, которые создают развивающие игры на липучках, и они сказали, что упаковывают свой товар в пакеты с липким слоем. То есть это, по сути дела, просто обученный тонкий пакет, одноразовый. Долго его невозможно использовать, потому что липкий слой со временем все равно портится. Но мне на глаза попались вот такие папки на молнии. Они очень удобны, так как их ребенок сам может легко открыть. Какие еще каналы продажки, ну вот сейчас посевы так называемые осуществила? Вот прямо ВКонтакте. ВКонтакте просто рассылка. Ну как, я их подготовила сначала постами, а потом сегодня я начала писать каждому прямо вот. И пошли ответы, я не готова была даже, не думала, что такой результат будет. Я думала, что меня не примут и посмеются, скажут, ну опять Рината сам со своим. А тут мне реально стали писать, такие классные игры, там ты молодец, давай тебе удачи. Я такая думаю, ничего себе. Сложно было, конечно, решиться написать каждому. Это Константину спасибо за пинок, вот реально подопнул, просто сказал, пиши каждому, просто пиши ВКонтакте. У нее задача была прийти, кому-то дать руки и сказать купите. Я иду в стоматологию Дуэт Плюс, там работает моя одноклассница, она стоматолог, и она сделала мне заказ. Она заказала два календаря чистки зубов. Рината предоставила мне вот такой календарь чистки зубов. Он очень удобен тем, что не нужно ничего самому рисовать, и он многоразовый. Глипучки мы приклеиваем каждый день, то есть утром и вечером, когда почистили зубки. В конце каждой недели можно получать подарок. Ну кого тогда, ну тебя же, тебя выгонять нельзя, ты посмотри, у тебя все подперло. Да это вообще сложно кого-то выгонять. Ну все реально сделали, я последняя сделала продажу из нашей команды, даже не удивлюсь, что меня там все выиграли. А мне Ксюша, она уже извинилась, что меня выгнала, и сказала, можешь меня выгнать в ответ. И я воспользуюсь этим случаем. Ксюша, извини. Как успехи? Так, ну до проекта у меня не было продаж в этой нише. А в какой были? Ну я вообще в принципе в продажах работаю. Я пока столкнулась с тем, что с тканями у нас беда в Кирове. Договорилась уже со швеей, уже она разрабатывает лекала, под какую модель мы выбрали, определились с ней, с чего стартанем. Нашла оптовика и делаю продажи. Ксюша упертая. У нее большой опыт в продажах, да, и она заряжена на достижение целей. Когда она меня скинула, какое количество сообщений отправила она ВКонтакте друзьям, знакомым, я посмотрел, думаю, вот это подход. Хватка, да, вот как бы хватка и желание, то есть сделать свое дело, а у нее просто дошкаливает. Мне откликнулись на мой оффер, понравились фото белья. Через неделю я уже привезу белье всем клиентам, кто у меня заказал, я выдам. Три комплекта, сейчас продано у меня, заказано, заказано. Три комплекта, взята предоплата 1100 с одного комплекта. Все, теперь ясно. Остальное будет после того, как я привезу, доставлю этот комплект, они примерят, все понравится. Знакомым продажи? Нет. Итак, результаты в выходных очень были плодотворные, максимально эффективные, продуктивные. Значит, я сделала первые продажи, нашла, где можно заказать и привезти очень красивое, качественное, вкусное нижнее белье. Прогресс в том, что я, у меня эти мысли по поводу производства нижнего белья были очень давно. Пришла на проект и сразу я нашла, где у кого заказать, то есть резко. Вот сразу просто, блин, надо, все, надо, пошла, сделала. И мы выбрали стратегию. Она занимает сейчас опт, да, то есть небольшим оптом покупает, перепродает и в то же время создает свой продукт. Кто вылетит в этом испытании? Ну, вылетит, наверное, тот, у кого нет продаж. Ну, хорошо, окей, Дима. А что у него продавать-то, да? Нечего. Вот на кого хочется равняться уже? Кто такой прям мощный? Да, есть, Света. Как у тебя дела? Как прошла твоя неделя? Все очень хорошо. У меня несколько вчера было клиентов. Обычно у меня один-два на неделе, а вчера сразу три за день. Скажи мне, пожалуйста, где ты искала своих клиентов конкретно уже для проекта? Я писала во все паблики ВК, ищу модель, потом я создала свою группу ВК и писала девочками с проекта. Так хочется помочь, да, так хочется возникает поместь, что вот удобно сделаем вот так, 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 но я понимаю, в 15 лет у нее самый ранний старт. И она сделала, по-моему, 4 продажи или 5 продаж тоже с небольшим чеком, но я сделала-то сама. И когда она присылала сообщение мне, да, сегодня говорят, что ты еще сделала на продажу, когда я зашел, говорит, Костя, Костя, ты видел? Я, говорит, еще сделала продажу для нее. И вот эта эмоция, то есть каждый из участников проживает такую эмоцию, как будто они сделали победу. Столкнулась ли ты какими-то сложностями, опасениями, может быть, запереживала? Нет, это наоборот круто, потому что, ну, во-первых, я заработаю деньги, во-вторых, я, ну, 100% я найду какие-то новые способы, чтобы найти клиентов. И, в-третьих, я, ну, я была уверена, что я 100% справлюсь с заданием. Как тебе быть такой юной участницей среди таких взрослых тетей-детей? Ну, давай. Ну, я не считаю их тетями-детей. Как ты вообще сама себя ощущаешь за эти три недели? Что-то поменялось в твоей жизни? Я чувствую, что я прям расту и в работе расту, и личностный рост у меня есть. Я немного боялась как бы на камеру говорить, потому что, ну, там зажимы есть такие, вот, сейчас такого, ну, практически нет. Нам дали второе задание, это продажи. Нужно сделать как можно больше продаж, и у меня уже почти готов список того, что я буду предлагать своим мамочкам, папочкам, своим потенциальным клиентам. Как ты справляешься? Есть ли продажи? Продажи есть. Процесс идет. Несколько продаж есть. Есть люди, которые изучают информацию, смотрят программы моих курсов. Кто больше всего заработал денег, да, это была Светлана. Я не сомневался вообще, то есть я не сомневался, потому что у нее, несмотря на то, что сложный продукт, это инфопродукты, да, она сделала отчетные шаги, написала, один раз, два, три, написала всем своим друзьям, знакомым, чем она занимается, и у нее купили несколько курсов, да. И вот буквально на второй день после встречи у нее пошли продажи. За сколько денег в кассе после продаж? Ну, около 10 тысяч. Бо, это супер. Это сколько продуктов? Пять. Какие каналы продаж у тебя, способы коммуникации? У меня пока только контакт. Только контакт, социальные сети исключительно? Да, социальные сети. Сарафанное радио от моих же клиентов, которые были у меня на курсах, они рекламируют дальше. У меня большие планы, есть цели, есть желание работать, есть силы, и я думаю, что у меня неплохо получается. Думаю, что на данный момент в нашей команде у меня лучшие результаты. Скажи, кто тогда вылетит в этом испытании? Если учитывать задание, которое было дано, пока не очень получается у Ренаты. После прохождения испытания наши участники по традиции вновь встретились в одном месте, и мы услышим вердикт наставников. Наступает самый драматический момент этого выпуска. Вся чертова дюжина участников перед нашими глазами. Подошла к концу первого испытания, от которого все вы должны были получить удовольствие. Давай я напомню, что всем нашим участникам предстояло совершить как можно больше продаж, при этом использовать новые каналы для трафика. Наставникам предстояло оценить не только количество в денежном эквиваленте, какая сумма оказалась, грубо говоря, в кассе, но и то, с каким старанием вы подошли к этому делу. Дим, ну давай мы не будем нашими долгими речами их томить, потому что нам предстоит очень серьезный, важный выбор. Скажите честно, волнуетесь? Никто не волнуется? Но кто действительно волнуется, это наши наставники, потому что им сегодня придется принимать серьезные, возможно, судьбоносные решения. А кому-то придется выгнать двоих. Ну что, Дмитрий, как самочувствие, как пульс? Пульс 200, очень тяжело, потому что в прошлый раз из команды никто не ушел, в этот раз уйдет два человека, поэтому очень тяжело. Ну что, не будем томить, Дмитрий, вам слово. Ну что, дорогая команда, очень тяжелый выбор, потому что каждый из нашей команды сделал результат. Это очень важно в процессе дальнейшего становления вашего бизнеса. Итак, два человека. Первый человек – это Карина. Карина, выйди, пожалуйста, вперед. Карин, пожалуйста, тебе обязательно нужно поработать над дисциплиной и убрать стеснительность, и у тебя все получится. Я в тебя верю. Ну, в принципе, я была готова к этому, потому что все мои... Блин. Я была готова к этому, потому что ребята из моей команды довольно-таки сильные, и во мне не хватало всегда этой уверенности, боязни, стеснений, и поэтому морально я была уже готова. Продажи у меня совершились, но просто не сумела запартнериться до конца, так скажем, раскрыться с другими людьми и поговорить. Второй человек – это Ксения. Ксения, все просто. Мы с тобой продолжим работать. Твой бизнес будет работать 100%. Единственное, над чем нужно поработать – это над структурой и реорганизацией. Грусть, печаль. Серьезно, очень обидно. В принципе, мне больше обидно за то, что я не смогла сделать крутой результат. Константин Перминов, пожалуйста. Команда. У нас были две недели, да, вместе. И в прошлой неделе была самая важная. Я очень переживал за вас, потому что я помню себя. Первая продажа, вот это первые походы, первое предложение, которое нужно сделать, чтобы зарабатывать первые деньги. Это мог быть бессонной ночи, много работы. И я скажу, что сегодня сложный выбор. И я буквально 30 минут назад передумал. Я никого не отчислю. Я решил, что следующая неделя, она будет настолько важная, потому что третий модуль – упаковка. Это самая сильная моя сторона. То, с помощью чего мы делаем добавочную стоимость себе, своему бизнесу и продукту. Я хочу, чтобы вы все прошли этот путь вместе со мной. И я посмотрел на ваши результаты. Но, когда мы откладываем неизбежное, нужно понимать, да, что в следующий раз два человека выйдут из команды. Вы большие молодцы. Мы все заработали деньги. Дальше все интереснее и интереснее. Я предлагаю послушать нашу третью наставницу Анну. Мику Товиченя. Мне очень волнительно, потому что девчонки работали очень хорошо, сделали очень много. Кто-то с нуля продал прям хорошо, кто-то сделал x3 в продажах. Но так и была неделя продаж. Уйдет тот, у кого пока что нет продаж. Мы продолжим работать. Наверное, уже... Женя, ты умница, ты большая умница. Мы с тобой продолжим работать обязательно. А я еще вчера знала, что назовут мое имя, потому что у меня не было продаж нисколько, а у других были. Я решила делать все-таки это постепенно. Познакомить аудиторию сначала со своим продуктом, рассказать, что есть такие специалисты, как я, и потом уже продавать свои услуги. Ну, в ближайшие максимум месяца три я все упакуюсь, сделаю, настрою и буду активно работать. Ну что же, дорогие друзья, побывание из нашего проекта, как вы уже поняли, неизбежно. Но, как говорят матерые предприниматели, опыт поражения самый лучший. Ну, а так как у вас уже появился опыт продаж, здесь подойдет еще одна мудрость. Смог продать 10 раз, сможешь продать и миллион. Ну, а за рамками уже наших телекамер мы ждем от наших выбывших участников продолжение их и развитие их стартапов. А у нас для вас следующее испытание и наше поздравление. Ура! Ура! Юль, по-моему, мы меняем жизни людей. Дим, я думаю, это не так. Мы их немножечко подтолкнули, а дальше они уже самостоятельно. Но ведь подтолкнули. Сколько времени они еще бы размышляли, стоит ли начинать, когда, как, с кем, зачем. Я считаю, лучше двигаться к своей цели медленными шажками, но уверена. Это был первый молодой стартап. На этой неделе мы продавали, возможно, даже вам. Ну что, мы увидимся уже на следующей неделе, на следующем испытании. С вами был Дмитрий Целищев. Блистательная Юлия Белова. Смотрите первый молодой стартап на Первом городском канале. Пока! Благодарим за помощь в организации съемок банкетный зал «Крем» на Октябрьском проспекте, 49. Организаторы проекта Министерства спорта и молодежной политики Кировской области совместно с областным дворцом молодежи при поддержке Первого городского канала. Субтитры создавал DimaTorzok